Да, потом отдельно, так, все, хорошо. Так, ну ладно, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы хотим сдвинуть, мы хотим, во-первых, вот еще раз рассматривать здесь A с чертой A как независимые функции и хотим их сдвинуть на классическое решение. Для этого надо найти классическое решение. Для этого мы хотим варьировать действия. Давайте писать. Ну, смотрите, здесь тонкости есть. Видите, у вас здесь есть A с чертой. Давайте просто заново это сделаем и посмотрим, что получится. Значит, мы хотим считать, ну вот давайте, хотим считать вариацию по, давайте сначала будем писать по A, допустим, да? Надо по A и по A. Отдельно, да. Значит, delta от S хотим переписать через, значит, по A от Tau. Ну, давайте смотреть, что тут происходит. Во-первых, отсюда ничего не приходит, да? Здесь у нас A с чертой, а 0 фиксировано. Поэтому извне интегральный член ничего не приходит. Значит, там, ну, давайте писать, значит, что будет интеграл от T начального на DT конечного по D tau. И что тут получается? У нас вот это не меняется, значит, здесь будет delta A tau на DT с чертой от tau на D tau с чертой. С этим ничего не происходит. И еще у нас вот это есть и омега, значит, ну, что есть, то есть минус омега с чертой delta. Ну, надо вынести delta A и сказать, что должен получиться... То есть какое уравнение получается? У нас получается, что D tau с чертой от tau плюс минус и омега с чертой от tau равняется 0, да? Потому что вот это вот delta A tau произвольно, мы его выносим, и чтобы весь этот интеграл обратился в 0, нам нужно, чтобы везде то, на что умножается delta A tau, обратилось в 0, правильно? Как решается это уравнение? Что? Ну, значит, какой-то... Ну, какая-то константа, да, на E в степени... Просто E в омега. E в омега на... Давайте здесь T минус T0. Вот так запишем. Правильно я написал? Знаки правильные все? Давайте определим эту константу. Константу мы должны определить из нашего условия. Вот это. A с чертой от tau конечная равняется A с чертой ката. Значит, мы записываем условие, что A с чертой от T final равняется A с чертой ката. Значит, тогда, что мы получаем? C на E в степени E в омега на T минус T0 равняется A с чертой ката. Следовательно, C равняется A с чертой ката на E в степени минус E в омега на T минус T0. Правильно? Т финальный, да. T начальный. Давайте T0, это будет T начальный. И тогда это как записывается? Как A с чертой ката на E в степени что? Значит, минус E в омега T начальная плюс E в омега T начальная на E в омега T минус T конечная. Я правильно писал? Согласен? Так. Ну давайте теперь варьировать по ась чертой. Значит это ась чертой классическая, это вот для классического. Значит варьируем теперь по дельта ась чертой. Теперь смотрим, уже здесь вообще говоря вот эта штука дает склад. И получится дельта ась чертой от t начального на 0 плюс интеграл от t начального до t конечного. И смотрим, что у нас там есть. Значит а от tau на д tau дельта ась чертой от tau минус и омега. Дельта ась чертой от tau на просто от tau, правильно? Ну здесь как обычно, что нам нужно сделать с этим первым членом? Что мы всегда делаем в такой ситуации? Что мы всегда делаем, когда у нас есть производная от вариаций? Что? Еще раз. Что всегда делаем, когда есть производная от нашей вариаций? По частям интегрируем, да? Правильно? Всегда так делаем. Всегда так делаем. Значит это будет дельта а от t на нулевое плюс… Ну давайте смотреть, значит мы… У нас там стоит а от tau дельта ась чертой от tau в между конечной и начальной точкой, правильно? Ну и минус то, что получится, минус интеграл от t и давайте отдельно пишу. Минус интеграл от t и до t f до tau. И здесь что получится, а именно d tau а от tau плюс и омега от tau на дельта ась чертой от tau. Я правильно все написал? Так, а звук у нас там идет, вы видите, двигается. Что еще раз? Потому что я общий минус вы не смотрите. Вот этот знак, этот с минусом и с интегрированием по частям. Ну и я просто вынес здесь наружу. Правильно? Ну теперь давайте смотреть, а вот с этим что происходит? Вот здесь у нас есть, когда в начальной точке, это что получится? В начальной точке мы сократимся с первым слагаемым? А в конечной? А в конечной у нас вариация фиксирована вот этим условием, а с чертой. Поэтому вот это все обращается в ноль. Согласны? Видно или надо расписать? В начальной точке здесь получается ровно то же самое, что здесь, но с минусом они сокращаются. А в конечной точке дельта а с чертой, в конечной точке фиксировано, потому что вот оно фиксировано с чертой ката. Ну, значит, уравнение получается такое, что дтау а от тау плюс омега а от тау равняется нулю. Как оно решается? Это классическое. Значит, а классическое от тау равняется чему? Е в степени минус омега. Равняется константе, но константа мы знаем, чему она равна, чему. В начальном этом это просто а0 должен получиться. Поэтому мы сразу можем написать, что здесь будет а0 на e в степени минус и омега на… Давайте t здесь напишем, t минус t в начальном. Так, все согласны с этим? Вот мы проварировали и нашли а классическое и а классическое с чертой. А классическое с чертой вот оно. И а классическое вот. Мы их считали независимыми, да. Давайте поймем, чему будет равно значение s классическое. Чему равно действие на классической траектории? Мы писали условия, что вариация равна нулю. Чему равно действие? Если а с чертой классическое, если вместо а с чертой поставить а с чертой классическое, вместо а поставить а классическое. Что получится? Ну будет вот эта вот слагаемая, вот эта слагаемая. Как она устроена? Оно устроено а к с чертой, да. Ну, сейчас… А 0 там просто остается, а на экспоненту. Вот это вот здесь надо вместо t подставить t начальное. Получится на e в степени минус и омега t конечное минус t начальное. Согласны? Это то, что приходит отсюда. Да? Что? Не s классическое, а и s классическое. И s классическое, да. И s классическое, совершенно верно. И s классическое, да. А отсюда что получится? Ну легко видеть, что поскольку от а оно зависло линейно, да, это интеграл, видите? Просто он зависит, а можно вынести наружу. И поэтому, когда мы варьировали по а, наше условие того, что вариация обращалась к нулю, она была, на самом деле, из нее следовало, что и сам интеграл тоже в ноль обратиться. Правильно? Ну давайте посмотрим. Вот интеграл от t начального до t конечного, d tau. Здесь вот можно вынести а классическое от tau. и останется d tau с чертой классическое минус и омега с чертой классическое. Но вот это вот мы там приравнивали в нулю. На классическом решении это ноль. Значит, это все ноль. Значит, вот ответ для s классического. Согласны? А это напоминает что-то нам? Это на самом деле должно напоминать вот эту форму. Видите? Точнее, это просто, ну, буквально она… Получается, что давайте вот я тут все сотру. Можно я все сотру здесь? Давайте слева все сотру. Короче говоря, вот как мы теперь пишем u от t конечного до t начального, которое зависит от a k a 0. Значит, это и есть вот этот интеграл. Интеграл мы как теперь перепишем? Мы хотим его переписать через q, да? Через q. Как у нас вот эта вот мера интегрирования изменится? Что происходит, когда мы переходим от a q? На самом деле, если вы вспомните определение этого интеграла через как предел от того, что происходит, когда у вас наша вот эта вот дискретная… От дискретной задачи, да? Когда мы от ситуации с дискретным временем, то становится понятно, что если вы просто сдвигаете вот так вот, то вот с этой мерой интегрирования ничего не происходит, потому что у вас просто в каждом из тех интегралов, которые там были… Помните, у нас там было k штук интегралов, да? Или там к минус 1 штук интегралов, и в каждом из них вы просто двинули переменную интегрирование на константу. Это никак не влияет на… Ну, и когда на такого перехода это единица. Понятно? Согласен с этим? Поэтому весь этот интеграл его можно переписать как интеграл по dq с чертой dq от tau. Вот уже по таким гамма, у которых какие условия на q? Это вот обсуждалось. q с чертой от t конечного чему равно? 0, потому что наше классическое решение… Давайте проверим. А классическое чему равно в конце и в начале? Где оно у нас написано? Значит, а с чертой классическое… Я его, правда, стер уже. Давайте восстановим. Значит, а с чертой классическое от t было равнялось a k t с чертой на e в степени… Сейчас, значит, на e в степени минус и омега на t конечное минус t. Значит, вот это а с чертой классическое было, а вот это а классическое. И поэтому а с чертой классическое на конце – это просто а с чертой k, как мы это использовали, да? Они ровно такие же, действительно. Совершенно правильно замечено, что мы пользовались этим условием, поэтому они должны соответствовать тем условиям. Значит, что это будет означать для q с чертой? q с чертой от t, а с чему равно тогда? Ноль. А чему равно q от t? Ноль. Тоже ноль. Значит, здесь, смотрите, у нас не осталось ничего от исходной задачи в каком смысле. Значит, по таким вот путям, которые с нуля в ноль. Значит, e в степени i. И давайте вот здесь распишем так. s классическое и s классическое. Добавим его и вычтем. e в степени s классическое плюс i на s от гамма минус s классическое. Я ничего не сделал, просто добавил и вычел s классическое. Да? Ну, как это можно переписать? Это можно переписать. e в степени i s классическое выносится наружу. Она не зависит от q. Это e в степени i s классическое. Но интеграл по вот этим вот гамма таким, что q с чертой от t равно 0, q от t равно 0. И вот здесь вот будет вот эта разность. А как устроена эта разность, да? Как устроена эта разность, это мы с вами обсудили. Что эта разность, она начинается с чего-то квадратичного по q. Да? короче говоря, вот эта штука, она начинается как с чего-то квадратичного по q. Вот. Но на самом деле для наших целей на данный момент нам даже не очень интересно, как она конкретно устроена. Но это надо считать вторую вариацию, да? Вариацию второго порядка по q от нашего действия, чтобы старший член вот этой разности написать. Но мы знаем, что первый вариант равна нулю, да? Поэтому там нет линейного члена паку. Все начинается с квадратичного члена паку. И его можно как-то вычислить, паку. Вот этот интеграл его можно как-то вычислить, да? Но давайте просто не будем задаваться вопросом, как считать этот интеграл, а давайте воспользуемся тем, что мы определили, по определению мы говорили, что наш континуальный интеграл это предел решеточной аппроксимации. Что нам тогда это говорит? Давайте теперь посмотрим, еще раз вспомним, что вот это получилось. Это написано там. Это значит, е в степени а с чертой ката, а 0, е в степени минус и омико на t конечное минус t на чан. Это вот эта штука. А тогда вот вся вот эта штука, чему она равна? Единице. По нашему определению она обязана быть равна единице. Это просто следует из нашего определения. То есть мы с вами только что посчитали в решеточной аппроксимации, чему равно это выражение для u. Но мы говорим, что для континуального интеграла это определение. То есть он определяется как предел при k, стремящемся к бесконечности, того, что получается в решеточной аппроксимации. Это в пределе, да? Приказ, стремящемся к бесконечности. То есть тогда получается, что вот тот интеграл нам даже не нужно считать. Мы просто знаем, что если мы каким-то образом определим в этом самом, как вот этот континуальный интеграл, как бесконечно мерный интеграл, ну вспомним, как там решеточная аппроксимация работает, посчитаем вторую вариацию, посмотрим, что там дальше может стоять. Но мы знаем, что если мы это все проделаем, то мы получим в итоге ответ 1. Потому что так должно получаться из нашего определения. И это можно будет дальше использовать. То есть мы, собственно, собираемся… Ну, в каком смысле он честно определен? У нас это все определено как предел решеточной аппроксимации, поэтому все честно в этом смысле. Ну как, еще раз, вот как для этого самого U мы писали выражение при фиксированном K, там куда эти кучи интегралов, когда мы делили наш отрезок времени на кусочки, да? Потом мы говорили, что будем по определению называть и писать вот так вот такой континуальный интеграл, уже когда tau – это непрерывный параметр, по определению будем это называть, вот так обозначать предел, приказ о стремяющейся бесконечности, а от того, что у нас получалось, когда мы делили на кусочки. Это определение было. Ну, как интеграл Римман, например. Вас же не смущает, что интеграл Римман у вас, а на самом деле как он определен? Он определен как предел интегральных сумм при мелкости разбиения стреляющейся бесконечности. Но действительно вы априори пока не знаете, что может с ним делать. Ну, то, что константа можно уносить, это понятно из определения. Смотрите, мы пока ничем, мы… никакого обмана пока не было. Мы пока пользовались только тем, что сразу следует из определения. Еще раз, давайте вспомним определение так же, как в интеграле Римман. Здесь у нас это предел, приказ о стремяющей бесконечности вот тех интегралов, когда мы делили на кусочки, да? Ну, понятно, что там, если у вас все умножено на константу, то она выносится из всех этих интегралов сразу снаружи, и когда вы берете предел, она так и остается. Поэтому константу можно уносить. Правильно? Ну, в смысле? Это строго доказано. То, что выносить константу можно, это мы видим из определения. Совершенно строго. То, что можно сдвигать, вот как здесь, это тоже мы видим из определения. И не меняются меры интегрирования. Мы пока использовали только те факты. Действительно, значит, вот вы совершенно правы, что, значит, вот интеграл Римман у нас определенно похожим образом, как предел интегральных сумм. Дальше мы с ним можем делать какие-то операции, про которые мы отдельно там много чего так долго доказываем, что их можно делать. Здесь мы, вообще говоря, действительно можем делать тоже только те операции, про которые мы докажем, что их можно делать исходя из определения. Где определение – это вот этот предел приказ страничной бесконечности решеточных аппроксимаций. Но пока все, что мы делали, это укладывалось в это. Это то, что мы заключили, что так можно делать, глядя на определение. А именно, мы делали пока только две вещи. Выносили константу – это можно. И сдвигали переменную – это тоже можно, потому что в каждой этой самой… когда вы рассматриваете решеточную аппроксимацию, там тоже ничего не меняется, когда вы каждую из переменных интегрирований сдвигаете на константу, да? Все. Пока мы ничего больше не делали. Дальше вы будете совершенно правы, если будете, когда мы с этим соберемся еще что-то делать, если вы отследите момент, когда мы сделаем какое-то заявление про вот этот континуальный интеграл, его, вообще говоря, надо обосновать, глядя на определение. Но вот это утверждение – это тоже, это совершенно честное утверждение, потому что мы его получили просто из определения. Странно ли, что у нас S-классическое сейчас не зависло от того, с какими людьми на работе? Нет, оно вообще… Не, мы использовали, смотрите. Это S-классическое для свободной теории. Мы сильно использовали, потому что вот этот кусочек гамильтониана мы использовали. Если там гамильтониан будет какой-то другой, то, вообще говоря, это классическое будет другое. Но мы, собственно, к этому и перейдем сейчас. Потому что мы дальше хотим перейти от свободной теории и перейти уже к теории со взаимодействием. А, собственно, всю вот эту вот мы конструкцию разводили для того, чтобы считать S-матрицу. Помните S-матрицу? Мы хотим считать S-матрицу в теории λφ4 для скалярного поля со взаимодействием. Давайте сначала поймем, а что меняется во всем этом выражении, если… что здесь меняется, если у вас все-таки не один осциллятор, а бесконечное число осцилляторов, которые нумеруются импульсами. Ну, мы фактически по дороге обсуждали, что там меняется. Ну, просто вот эти вот все q надо будет, например, в этой конечной формуле, в ней тоже надо будет просто все эти штуки занимировать каким-то индексом p, допустим, который соответствует этому импульсу, и взять произведение по p. Да, значит, S-классическое. S-классическое, S-классическое. Здесь будет тоже просто произведение всех вот этих штук с… Ну, каждый из них с соответствующим индексом p. Вклад от действия по вот этой… Значит, вот смотрите, мы здесь вот показатели, мы взяли и добавили и вычли S-классическое. С-классическое. Да. Это можно сделать. Потом вот эту вот штуку вынесли наружу. Это константа, это можно сделать. После этого мы посчитали вот это E в степени S-классическое и обратили внимание, что это в точности соответствует… оно равно просто пределу приказа стремящей бесконечности для значения вот всего этого оператора U в решеточной аппроксимации. Ну, а это означает, что вот то, что осталось равно единице. Потому что по определению континуальный интеграл, запись в виде континуального интеграла – это и для U, это и есть предел решеточной аппроксимации приказ стремящей бесконечности. это определение было такое. Вывод, что вот эта вот штука равна единице. Ну, это немножко сложное утверждение. Смотрите, это… то есть если бы S от куб было прям равно с классическому, вы бы интегрировали какую-то единицу по такому всему… Ну, это как бы должно… В принципе, это можно расписать. Все раскрыть через Q, заметить, что здесь все начинается с квадратичного члена, опять перейти в решеточную аппроксимацию, и, в принципе, это должно быть видно, что это будет единица в пределе. Но мы это получаем независимо. Просто сравнивая ответ до и после перехода к пределу, пока страничится бесконечности. Все это впечатление было ради того, что вы узнаете, что вот это договора… Значит, здесь немножко другой смысл, еще раз. В предыдущей… Вот мы посчитали три вещи в каком-то смысле. Мы посчитали сначала непосредственно заровнение Шрёдингера ответ для свободной теории, да? Мы посчитали для изрешёточной аппроксимации ответ, и мы написали какой-то ответ для континуального интеграла. Но смысл этих действий разный. Вот когда мы посчитали непосредственно заровнение Шрёдингера и через решёточную аппроксимацию, это как бы, ну, в комплексе два разных способа считать одно и то же. Мы проверили просто, что они совпали, эти два разных способа. А через континуальный интеграл мы до конца его не досчитываем, мы не заявляем, что мы прям сравниваем ответ в континуальном интеграле с ответом, который двумя другими способами получился. Вместо этого мы его досчитываем до некоторой точки вот этой, а потом говорим, что он должен получиться равен, и это нам дает некоторый вывод про вот такой интеграл. Ну, видите, он, собственно, и не может ни от чего зависеть, потому что здесь, например, Акая А0 пропала. Да. В нем мы… Единственное, что мы сделали как бы замену переменных, и одновременно, где-то временно здесь мы, значит, мы сделали как обреждаем, мы что-то и прибавили это фактически. Да. Ну, почему это одновременно надо делать? Почему одновременно? Последовательно. Ну, сейчас мы прогоним, что я не понимаю. Что я не понимаю? Тогда я не понимаю, зачем делать замену переменных. Ну, если можно просто выяснить, насколько единица классическая и останется интегралом, который равен 1? Нет, его можно просто вынести, но просто этот интеграл будет не такой интересной формы. Вот нас интересует… Мы хотим сделать утверждение, что интеграл вот по таким путям, которые в нуле из нуля стартуют и в нуле окончаются, квадратичный по q, что он равен единице. А, хорошо. Просто действительно вы можете сразу просто вынести е степени с классической, сказать, что то, что осталось, это будет единица. Это правда. Но если вы просто сразу вынести… Ну, собственно, так и написано. Мы сейчас что-то делали? Мы просто хотим сказать, что вот про эту штуку мы что-то знаем, что она квадратичное выражение паку. начинается с квадратичного члена паку. Ну, вот. Плюс что-то линейное, но оно уже… Плюс в смысле что-то старше порядков, но оно уже не влияет на самом деле. Так, еще есть вопросы? И вы знаете, все застяжения, основные застяжения квадратичной физики в конце двадцатого века, в конце двадцатого века, а там натяжения серьезные, были связаны с тем… Например, Радион Тудэ, по Линштантону, как говорят, Ленинградская статсума, по Линштантону и так далее… Видите? Используются метки перевала. В этом смысле используются классические траектории, которые минимальные. Но оказывается, в других задачах, если это, ты знаешь, метки перевала и так далее, оказывается, что нужная траектория, по каким-то соображениям, иногда по логичным системам и так далее, она лежит не в действительном решении. Знаешь, да? Что иногда нужно вот в траектории стремления методом перевала устраивать там в контекстной плоскости. А? А? Ну, да. Так вот, инстантоны – это квантование из теории, ну, более сложное, нужно с теорией прямодействовать. Относительно решений недействительных. Относительно… на поле решений, которые тоже определяют минимум действия, но только не на траектории, которые действительно. Ну, на поле, вихре и так далее, все технологические штучки. Это квантование, вот такое, как рассказывал Петя, а именно разложения, это квантование теории на фоне нет нереальных классических решений. Это Петя об этом говорил, между прочим. Он говорит, что перед тем, как чего-то плантовать, нужно найти классический вакуум. Классический вакуум определяется действием, которое насыщено в такой классической форме. И этот классический вакуум может достигаться не на действительных решениях, а на мнимах. И тогда это не энергия, а действия, и ручка, и сандоны, на поле, и хри, и так далее. Так, ну хорошо, пойдем дальше тогда. Мы хотим дальше перейти к матрице. А вот скажите, скажи, я, извиняюсь, не вращаюсь, потому что не говорю сфин. Скажи мне, пожалуйста, а какую еще задачу можешь, какие кондициональные интегралы ты сразу же умеешь брать? Вот после этого. Вот если ты процедуру всю, как бы, голове выкрутила и понимаешь, вот ровно таким же методом какой еще сможет взять кондициональный интеграл? Причем, смотри, ты можешь добавить кондициональную часть, какую-то константу. Ну, в изначальном деле, а зачем константу-то? Нет, нет, нет. У тебя же функциональное интегрирование. Нет, только сам-то можно вынести просто. То есть, на самом деле, ты говоришь следующее. Ну, сейчас. Ты можешь взять любой внешний источник, любую функцию от G, умножить ее на A от T, ну, для того, чтобы там какая-нибудь была сопряженность, вот это сопряжем, а это сопряжем вот таким образом, то есть, введем два независимых источника и добавим вот такую штуку. Ты сможешь ее взять ровно? Более того, есть такая задача, поэтому возьми. Так вот, подтверждение следующее на будущее, чтобы было интересно. Вот этого, взятия такого интеграла, спеть им не было бы полностью достаточно для того, чтобы построить то, что называется теорию возмущений в квантовой теории поля, который мы и здесь и изучаем. В любой квантовой теории поля. просто добавлением двух внешних источников, линейные по этому аргументу. Поэтому если такой интеграл вычислить, и не надо его считать, это же все совпало. Ты знаешь, что интеграл от нуля до нуля равен единице из всех этих сосудей. Поэтому, если говорить абсолютно как утилитарно, вычисли вот такой интеграл один раз, запомнить, чему он равен, а все остальное идеологически будет ровно так же. А самый интересный интеграл, извини, я, самый интересный интеграл, это уже теория сверхпроводимости, теория сверхтекучести, в общем, самая интересная теория. возникает, когда добавляются квадратичным образом. Вот такого типа члены. Теория не перестает быть квадратичным. коэффициенты должны быть подобраны таким образом, чтобы гамильтониан был сам сопряжен. Но вот если умеете вычислять и такие, то этого вообще хватит. там прямо заводить Багалюгу, вообще на всю физику хватит. А самое последнее великое достижение в континуальном интеграле, это то, что называется формула гельфанта-яглома для вычисления континуального интеграма. когда вот в этой квадратичной части частота не постоянно, а зависит от этой части. Это самый продвинутый фирменуальный интеграл, который можно сделать. Мы, собственно, и собираемся непосредственно этим пользоваться. Еще раз, вы понятна ли идея, которая здесь была сказана, про когда вот мы знаем с такими добавками. Ну, в смысле, давайте вот просто если у нас был какой-то квадратичный интеграл, давайте пока не континуальный, а просто обычный. Допустим, у вас был какой-то интеграл от е в степени минус одна вторая сумма x это b и ж это x ж это, допустим, по ежи. И вот вы знали, как его считать. И еще вот можно здесь добавить, допустим, какую-то сумму j это и x это. И вот, допустим, вот такую штуку вы умеете считать. Но это входит в то, что мы, в то, что вы делали в домашних заданиях, правильно? Значит, вот если вы умеете считать эту штуку, это какая-то там, да, по, значит, по всем x1, xm, значит, вот это какая-то будет там штука зависящая, в том числе от j. Как посчитать теперь, если у вас здесь вот вы хотите вставить какой-нибудь, допустим, там, из xm, xm. Да, значит, надо заметить, что, ну, линейный член вставлять нет смысла, потому что он, это даст нечетную функцию сократиться. Вот если вы вставите что-то квадратичное уже, то это можно записать как, значит, как d по dg, m, d по dg, n. Вот, вот этого всего интеграла. И в конце кладем g, равный 0. Да? Ну, легко видеть, что если мы для достаточно хороших интегральных функций производная перестановочка с интегралом, и тогда действительно у вас, когда вы дифференцируете по параметру этому g, у вас спускаются соответствующие x. И вот так вот вы можете вставлять функцию под интеграл путем применения каких-то дифференциальных операторов к результату, который зависит от g. Вот нас будет сейчас интересовать как раз ставка четырех, реально. Потому что мы рассматриваем, будем сейчас рассматривать теорию ляма за фи-4, и там будет как раз четвертого порядка выражения, которое мы будем вот именно таким вот образом вычислять, но только здесь это был обычный интеграл, а мы собираемся ровно то же самое делать с континуальным интегралом. То есть мы хотим континуальный интеграл, в нем, значит, вставку под интеграл какого-то выражения, зависящего от наших вот этих a, выражать как вариационные производные соответствующего порядка по параметру. Такой трюк. Ну, на самом деле этот трюк оправдан в том смысле, что вы опять вспоминаете определение констинального интеграла через предел решеточной аппроксимации. В решеточной аппроксимации это как следует из вот таких, поскольку для обычных интегралов это справедливая процедура, в решеточной аппроксимации она справедливая, при взятии предела она тоже так остается справедливой. Идея такая. Ну, сейчас мы увидим, как непосредственно мы это соберемся использовать. Давайте вспомним, что мы хотели считать вообще. Так, давайте. Ну, я это сотру. Идея понятна, которую мы собираемся в дальнейшем использовать для континуального интеграла. Давайте вспомним, значит, у нас была S-матрица, которая была оператором. Значит, S-матрица, это был предел при tf, стремяющейся к плюс бесконечности, начальной стремяющейся к минус бесконечности, е в степени и tf h0 на е в степени минус и tf минус t h на е в степени минус и t h0. Идея там, я напомню, состояла в том, что мы говорили, что мы хотим изучать такие ситуации, как, например, в ускорителе. В ускорителе у вас летит сначала какой-то пучок с задными импульсами частиц, которые не взаимодействуют. Они где-то далеко находятся и друг с другом не взаимодействуют. Потом они, бах, сталкиваются. Или два пучка друг напротив друга, или пучок с фиксированной мишенью. Вот они сталкиваются. И есть какое-то время взаимодействия. Там они уже находятся близко, и взаимодействие существенное. То есть там они могут разваливаться, эти частицы, могут новые рождаться. Происходят какие-то процессы. Но это конечное время взаимодействия, после которого опять все продукты этой реакции, они снова разлетаются и довольно далеко друг от друга летят. Так что можно считать, что они опять не взаимодействуют. При этом мы таким образом считаем, что у нас на каком-то участке, когда они далеко друг от друга, все управляют гаммельтонианом свободной теорией. Потом, когда они взаимодействуют на этом этапе, нам нужно учитывать полный гаммельтониан с учетом взаимодействия. И в конце, когда они опять уже разлетаются, разлетелись, то опять снова это свободная теория. И поэтому, как мы обсуждали сколько-то недель назад, нас интересует именно вот эта вот S-матрица. Если мы заранее задаем состояние сфиксировать частицы с фиксированными импульсами, которые мы подготовили в ускорителе, а потом мы в конце на детекторах опять померили, что у нас есть какие-то частицы с задными импульсами, значит, это будет соответствовать тому, что мы берем среднее между такими состояниями от S-матрицы. Здесь все, что написано, то, что мы, значит, если мы подействуем за кое-то сцене, то есть мы сначала тренинг, который очень большой, ну, как бы все свободное, свободный гаммельтониан, после этого действуем гаммельтониан, ну, как-то, каким гаммельтониан, и после этого еще как бы бесконечно долго... Эволюционируем, потом, говорит, свободным гаммельтонианом, да. А у меня, конечно, вопрос, я с этой стороны не следую. А смотри, вот, смотри, ты же вот что-то сказал. А могу написать так? Помнишь классную теорию? Конечно же, не комментирую. Но то, что ты говоришь, в этом смысле, вот в таком приближенном виде, вот это, смотри, на минус бесконечности, на минус бесконечности. Мысленно, мысленно гаммельтониан почти свободен, то есть частица далеко. В гаммельтониане есть взаимодействие, но они не... Поэтому что мы делаем? Мы просто на минус бесконечности раздеваем вот эту эволюцию, эволюцию свободную, да, мы ее раздеваем, вычитаем. Ровно так же делаем на Т плюс бесконечности. То есть, когда они уже, фактически, гаммельтонианта там, взаимодействующие, но мы физически знаем, что они не снимают. Мы их тоже... То, что называется, раздеваем до свободы. А само взаимодействие происходит, на самом деле, там, ну, в момент времени порядка Т0, и оно очень быстрое. Очень быстрое на мускорителе. Поэтому вот это стремление ТФТИ, физически, оно нужно для теории. Почему? Потому что в теории, смотрите, у нас пропало время. Мы нашу теорию сделали, как это... Банкарейн вариантный. Убрав концы по времени в бесконечность, мы убрали вот это концы. Более того, наша система будет бесконечной в пространстве, в конечном итоге. И поэтому вся теория, вся теория и этот оператор подобраны таким образом, чтобы вычислить его, мы гарантируем нашу Панкарейн варианты всей нашей теории. И вот эту формулу, конечно, по-хорошему надо выводить. Она выводится, на самом деле, не так плохо. Но смысл ее именно такой, что есть область взаимодействия, и это взаимодействие в реально это 10 в минус 10-13 степени, в зависимости от частиц. А эта бесконечность нужна для того, чтобы вообще избавиться от понятия времени в теории, в которой вот мы хотим восстановить тем самым Апланкарейн вариантом в теории. Поэтому это очень специальный объект. Очень специальный объект. Он был придуман специально, но главное его свойство состоит в следующем, что мы на бесконечности считаем нашу теорию свободы. Частицы, как говорил Петер. Поэтому на бесконечности у нас есть гамильтянин H0, который выглядит как сумма К, Омик К, А плюс К, АК. Петер, Ференящийся, Минус иконечности. А после, например, как это рассуждение, что Апостероли мы делаем такое предложение, и на аналоге и дальше это рассовывается. Математически все это доказывается с помощью так называемой, ну, она гипотеза вообще говоря, потому что строго математическая, гипотеза из Гелман-Лоу, которая объясняет, как надо учитывать взаимодействие. Но практика, вот то, что вы должны усвоить, и это было бы хорошо. И при Т, Ф стремящемся в плюс бесконечности, H0 выглядит ровно так же. Поэтому, что реальное, это же оператор. Да? Это оператор. Мы определяем начальное состояние как некое собственное вот этого коммерцинатора. Что это значит? Это значит, что мы его представляем в таком виде. например, АК1 плюс АК2 плюс на ВАКУ. Понятно? А придет такое состояние? Иль? Понятно? Понятно? Да? И в результате эксперимента я увидел, что, например, в результате этого эксперимента я тоже обнаружил две частицы. поэтому конечное состояние определено, определю вот так. Хочу такое состояние, смотрите, умноженное на ВАКУ. Например, вот так. Что дальше делать? Дальше устраивается средняя оператора S-матрицы по этим двум состояниям. в данном состоянии заданный оператор и в данном вакууме это тоже оператор от чего он зависит от креста и А в разных степенях, поэтому все вполне конкретно. Так вот, друзья, с неким кинематическим импактом, ну там, вот, квадрат вот такого матричного элемента в эксперименте определяет вероятность рассеяния двух частиц изначально сынствует только 1 и К2 в две частицы с импульсом К3 и К4. То есть, вот так это все после этого работает. Здесь есть и фактор зависит от фазл пространства, но, задавая свободное состояние любые Н-частичные, можно взять 20 частиц вначале, ну как в эксперименте, можно обнаружить в конце какие-то, можно всегда посчитать вероятность этого процесса. Но ускоритель это и делается. Зачем используется пучок частиц? Почему там много частиц? Потому что пучок частиц, и чем больше это называется интенсивность, он в Дубнестро строит с высокой интенсивностью этот ускоритель, это значит, что мы просто одновременно производим много экспериментов. И поэтому вот это распределение по импульсам в конце и в начале названное приготовленное состояние просто нам говорит о том, если мы знаем вероятность, мы просто знаем вот этот телесный угол что такое импульс. Это значит стоят какие-то датчики и если ее импульс идет в интервале телесного угла вот такого то здесь фиксируется. И вот вычисляя такую величину теоретически ее после этого сравнивают с экспериментом и вот это сравнение и есть те величины, которые считаются. Я не знаю, насколько вы знаете хорошо классическую теорию. В классической теории есть такое понятие сечение рассеяния. Да? Ты немножко слышал, да? В общем, короче говоря, используя матричные элементы С-матрицы по начальному и конечному состоянию, которое есть комплексное число и возведя это по модулю в квадрате мы можем определять сечение рассеяния частиц между собой или на мишених. На выходе сечение рассеяния. Можете говорить, нам операцию вычитывать что туда вставлять? Пускай делают экспериментаторы. Хорошо, давайте сейчас зададимся таким вопросом. давайте зададимся вопросом, как посчитать среднее от этого оператора S-матрицы, как и посчитать среднее по какому-то конгерентному состоянию. То есть вот мы хотим Z A S Z A Вот такое среднее хотим посчитать. Давайте это назовем S от A с чертой A. Значит, что это такое по определению? Ну, давайте по определению это надо просто взять и посчитать соответствующее соответствующее среднее, да? А давайте теперь распишем это, подставим S в таком виде и вставим два разложения единицы между экспонентами. Мы любим между, когда у нас есть произведение экспонент, там вставлять разложение единиц. Значит, это получится предел при начальной стремице к минусу бесконечности Т конечной стремице к плюсу бесконечности. Что? Свободный галлитнян мы можем разложение на свободный галлитнян знаем. Ну, в смысле, как? Ну, просто al умножим на экспонент все. Ну, ведь да, и дальше это ну, мы поставим просто вот наш ответ, который мы получали на самом деле. Там будет просто оператор эволюции для свободных теорий входить. Значит, это будет такой предел интеграл по давайте промежуточные переменные назовем d a начальная d a начальная d a конечная d a конечная и что там будет? будет z a t на e в степени и t конечную h 0 z a конечная на z a конечную e в степени минус и на t конечную на h на z a начальная и здесь будет z a начальная e в степени минус t начальная h 0 z a с и с и с и с с и с с и с с и с и с с с с и с с и с и с и с строго определить что вы имеете ввиду потому что вообще говоря в что там ну в общем короче говоря обычно это не называют базисом все-таки если рассматривать стандартное определение базиса то так лучше не делать но формула разложения днице верна ну а дальше мы хотим все переписать через вот эти через ядро оператор эволюции мы знаем что это f е в степени минус t h и th z i это есть е в степени минус 1 2 а с чертой f af минус 1 2 а с чертой а на у тут можно говорить у т от а f а и да это фактически то что мы изначально определяли как фактически это изначально наше определение ядра оператора эволюции это по определению мы не пока для не свободно мы ничего не сказали мы просто представили мы здесь ничего не не раскладываем значит и тогда если я вот это как бы отдельно а а теперь вот это все что вот 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 множитель но у нас было определение ядра оператор эволюции что вот у какой то такое множитель нужно действительно чтобы она была по первому аргументу антигломарт на втором углом а значит И тогда вот этот весь выражение для вот этого среднего по конкретному состоянию для S-матрицы его можно переписать через вот эти ядра оператора эволюции как предел при TI страничке минус бесконечности, TF страничке плюс бесконечности значит, от E в степени минус A черта A на интеграл DAI, DAI, DAF, DAF и значит, что тут остается? остается E в степени минус A черта F, AF, минус A черта I, AI значит, вот U0, это будет ядро оператора эволюции для свободной теории U0 минус TF от A, AF на UTF минус TI от AF, AI и на U0 от AI, A, TI вот все переписали просто через эти U после этого мы хотим поставить известное нам выражение для ядра оператора эволюции свободной теории вот эти вот вещи мы подставляем через как экспоненты, которые мы там где-то посчитали ну вот, вот они, вот эти экспоненты ну и остается только, ну не остается, а потом после этого надо взять интегралы взять интегралы по DAI и по DAF после того, как мы подставили вот эти вот значения ну давайте поскольку у нас кончилось время, наверное, этим займемся уже в следующий раз но идея в целом ясна, да? значит, записали такое выражение для среднего S-матрицы по конкретному состоянию и вставляя вот эти вот разложения единицы мы представили как интегралы от произведения трех вот этих U функций, которые ядра оператора эволюции из которых два нулевые для свободной теории, которые мы знаем после этого хотим подставить и что-то сказать про вот такие интегралы где про сам вот эту мы пока ничего не говорим ну мы про нее кучу знаний ну а дальше скажем если куча состоит в знании, чтобы мозг развивать то, что эта функция знаний было можно по одним обычным то, что может быть это крайне важно вообще это такое великое нам между прочим, Пол Адриан Моррин Фиррес кумир он вообще, он у нас интересный в математике это самый абсолютный физик но я вот его какие-то воспоминания читал он говорит если есть красивая математика то она должна стрельнуть не может быть, чтобы красивая математика как в природе не стрельнула и вот это было в те годы это написано и говорит знаете, есть вот такая теория у математиков это я современную называется теория функций комплексного эксперимента очень красивая но пока вот, чтобы она стрельнула в теоретической физике мне кажется, она настолько красива, что должна стрельнуться мы как это видим ты вот видишь это какое-то такое сказание если он пошел в КП нет вот это не КП это особая наука понимаешь ты КП на полностью стреляет как раз, как ты понимаешь в двумерной конфорной теории поля потому что группа конфорных преобразований расширяет группа конфорных преобразований которая она расширяет за то, что возможно просто любая замена одной или антической функции на другую так, ну хорошо тогда до следующего раза спасибо 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 спасибо